Власти, так называемые, точнее, власти Беларуси считают, что идеал женщины белорусских это зечка. Именно этим объясняется то, что они стали организовать экскурсии для девочек, для девушек. Вы понимаете, не в дом моделей, не на какие-то приемы, не на какие-то, я не знаю, дорогие рестораны или что-то, что говорит, скажем, что хотя бы намекает на то, что женщина должна быть утонченной, возвышенной какой-то, не знаю, там, любить воду или дом на худший случай. Нет, они начали делать экскурсию, чтобы вы поднимали на зону, на зону, чтобы, видимо, девочки, 14-15-летние, с молодых, так сказать, с молодых ногтей привыкали уже к тому, что их ждет в этой жизни. А в Беларуси что их ждет? Действительно, зона. Больше абсолютно ничего. Это как в Сталинском Советском Союзе. Помните, что ждала молодежь? Учеба в ВУЗе, да, было. А потом всех сажали, они все сидели в ГУЛАГе аккуратно и успешно. И потом были зэками. То же самое, видимо, видят идеалом для своей молодежи, так называемые белорусские правители. Но мне немножечко странно другое, почему они начали именно с женщин. Представляете, что там в головах у этих вот бульбофюрера и его подручной вот этой бригады, если для них идеальная женщина, это отсидевшая, видимо, матерящаяся там по понятиям, или как она там называется, не знаю, у зэков. И, собственно говоря, вот это и есть идеал женщины в понимании Лукашенко. Это идеальная женская скульптура. Так и представляю, на центральной площади Минска он, наверное, скоро поставит скульптуру от того женщине с кайлом, или женщине, не знаю, которая шпалы на железной дороге переворачивает одним взглядом. Ну, что-то типа такого. Вообще, конечно, ребята, страх и ужас. Водить молоденьких девочек не в ателье, не на процедуры массажные, не еще куда-нибудь, а водить их на зону, чтобы показать, что их ждет в этой жизни. Но это могут просто абсолютно извращенцы, деграданты, да и, собственно говоря, те, кому уже не хрен делать во власти. Продолжение следует...